доброго дня друзья сегодня понедельник и как обычно по понедельникам выходит программа моя авторская программа по обзору рынков и сегодня мы будем с вами смотреть на тикеры и думать что же делать с точки зрения торговых операций на следующую неделю но сразу хочу сказать что настроение летние как бы говорится атмосфера и вайп тоже летний я не ожидаю каких-то существенных движений на рынках из наверное интересных моментов можно отметить только bitcoin который находится в консолидации как мы дальше посмотрим ну и наверное возможно возможно могут быть какие-то резкие движения вниз по тем активам которые долгое время шли вверх то есть это snp nasdaq и и нефть вот может быть их и не будет но теоретически вот как бы движение вниз если на что-то и ставить то наверное вот на это потому что ставить сейчас на лонг ну в преддверии собственно окончании второй половины лета я бы на не стал бы обычно не бывает какого-то сильного роста до начала бизнес сезона в сентябре вот так что делайте выводы смотрите тикеры и принимайте решение ну либо не понимать решение просто отдыхайте наслаждайтесь летом давайте сегодня начнем для разнообразия золото помните да когда все это падение случилось я говорил что в общем-то хороший вариант взять золото на отскок я не помню говорил ли в программе или на канале telegram но в общем произошла история когда было еще в той второе как бы второй задерку низ и вот оттуда уже собственно был принципе красивый тренд который можно было брать собственно и мы сейчас вернулись на уровень сопротивления видите вот эта линия здесь цена проторговалась какое-то время так что это уровень сопротивления сейчас вставать вверх по золоту я бы наверное не стал бы потому что первых уровень во вторых ну в общем то вот это падение она была слишком сильно если бы упала бы где-то до 1080 800 прошу прощения то наверное да а сейчас как-то честно сказать мы тестируем этот уровень как бы снизу вот и это плохо это плохо потому что здесь можем еще сходить вниз поэтому я бы наверно подождал бы чем дело кончится то есть здесь должна быть какая-то проторговка и потом если увидим оттуда четкий импульс вверх и ну или вниз наверное нет потому что я по золоту все-таки скорее вверх смотрю тогда можно будет уже вставать snp 500 nasdaq и нефть в принципе двигаются плюс-минус в одинаковые динамики и везде как бы ну вот такая вот история то есть snp очень долго уже растет в течение этого года это постоянный рост и в общем то ну понятно что вероятность продолжения тенденции гораздо больше чем вероятность ее разворота но в моменте честно сказать что то мне вот какая-то чуйка говорит что сейчас в лонг я бы не стал бы входить уж очень он очевиден когда все так очевидно ну как правило жди какой-то ловушки так что для очень рискованных товарищей можно попробовать с очень коротким стопом short из этой формации да но опять же я не рекомендую это делать всем это просто ну для узкого круга профессионалов которые могут это делать short вообще да еще и на фьючерсах это такое дело непростое и вот и надо знать и отдавать себе отчет что в большинстве случаев он будет заканчиваться стопом но если вам удастся закрепиться если вам удастся убрать этот риск перенеся стоп без убыток то можно неплохо заработать на падении падение бывает резкая и за счет этого в короткий промежуток время можно заработать много но были большинства людей я бы не стал бы это рекомендовать скажем так для тех кто отдает себе отчет о том что они делают то же самое nasdaq да видите как бы вот такая картинка но и с нефтью в принципе тоже самое плюс-минус резкое падение потом вроде как по инерции отросли и опять начинаем падать то есть принципе понятно где ставить стоп поставить стоп надо под точнее над в данном случае над гребнем волны то есть надо вот здесь она в случае с тоже понятно вот здесь bitcoin с биткойном кстати вот интересная история происходит что сейчас становится очевидным становится очевидным во первых то что вот этот канал так и не это вот проторговка канал он не пробит да то есть вниз его не пробили и снижение волатильности то есть волатильность сейчас примерно на уровне начала 21 года видно что вот этот вот импульс который вот это сильное падение которое мы видели этот импульс уже затормозился и в принципе уже не оказывает какого-то сильного давления на котировке что мы делаем когда мы видим снижающуюся волатильность как ее можно торговать и можно ждать пробоя в ту или иную сторону и вставать в направлении пробоя можно не угадывая в какую сторону просто купить опционы call и put например стрэдл на текущем страйке да кто торгует опционы тот знает что это такое собственно применительно к биткойну я считаю что вероятность продолжения тенденции вверх гораздо больше поэтому что можно сделать можно аккуратно пытаться поднабрать позицию вверх тоже вариант вот тем более что в принципе понятно где где ставить стоп то есть то в данном случае ставится под нижней информации волны да то есть данном случае 32 200 где-то стоп можно ставить с низкой волатильностью небольшой так что что называется отличная возможность потихоньку намечается информация о полезных сервисах ресурсах и возможностях для инвесторов и всех кто управляет своими деньгами наверняка вы уже задумывались о формировании своего инвестиционного портфеля а может быть уже управляете в любом случае вы уже знаете что для того чтобы портфель оказался прибыльным необходимо тщательно выбирать инструменты инвестирования а чтобы покупка оказалась правильной придется разбираться финансовых документах графиках и формулах специально для помощи в решении этих сложных задач создан сервис райд робот проанализирует множество самых крупных компаний в стране выберет и порекомендует лучшие из них с 2016 года райд помогает тысячам инвесторов и делает это успешно и законно акции каких компаний могут быть вашем инвестиционном портфеле узнайте на rg.ht сервис бесплатный ссылка на сервис райд в описании под видео информация о полезных сервисах ресурсах и возможностях для инвесторов и всех кто управляет своими деньгами как принимать торговые решения в трейдинге какими навыками должен обладать активный инвестор какими приемами владеть как влияет на рынок новостной поток как определить новые тренды на рынке и время их разворотов какое место занимает технический анализ процессах принятия решений что такое торговые коридоры как нащупать дно рынка как считать торговые сигналы книга финансово аналитика инвестора петра пушкарева искусство быть мирным для трейдеров и инвесторов которые хотят найти ответы на эти и другие вопросы материал выстроен на основе опыта трейдинга на валютном рынке однако эти же принципы подходы и технические приемы применимы и классическому фондовому рынку купить книгу петра пушкарева искусство быть мирным можно по ссылке книги под этим видео я бы отметил бы еще индекс defy defy это децентрализованные финансы то есть этот индекс это некая фьючерс на индекс индекс состоит из различных токенов которые принадлежат каким-то сервисом defy это одна из немногих скажем так сфер которая в крипте зарабатывает деньги который имеет некую схожесть с акциями потому что сервис децентрализованных финансов они пользуются популярностью то есть ими пользуются и в отличие там каких-то оси ваша токены которых никому не нужны и все-таки defy имеет некую внутреннюю ценность и некоторые токены они в общем-то имеют механизмы поддержания этой ценности рост стоимости токена поэтому я считаю defy это интересная возможность которой можно пользоваться одна из немногих интересных возможностей в крипто сфере сейчас который можно воспользоваться вот у меня будет анонс по defy его на моем канале телеграм-канал georgway life ссылка будет в описании так что можете зайти присоединиться почитать посмотреть давайте посмотрим на российский рынок это фьючерс на индекс ртс так называемый ри ну в общем здесь довольно неопределенная картинка очевидный тренд вверх две волны было теперь коррекция думаю что вряд ли будет что-то прям супер интересное в ближайшее время рубль доллар в общем то плюс минус то же самое не вижу ничего супер интересного мы с вами захеджировали позиции по рублю где-то вот здесь так что в общем то нам не страшно если доллар пойдет вверх как видите достаточно спокойная ситуация на рынках и в завершении я хотел бы поделиться парой мыслей на тему того что же собственно сейчас происходит в россии ну и в общем-то и мире тоже ну во первых мы все помним что финансовая система устроена так чтобы контролировать и сохранять текущий миропорядок текущий миропорядок это когда есть узкая прослойка очень богатых людей которые собственно контролируют всех остальных ну и как бы через финансовую систему контролируют и не дают всем остальным называется пробиться куда-то нам на средний уровень до через механизм инфляции через эмиссию денег и так далее так далее так далее через в том числе фондовые рынки не буду как бы распространяться очень долго есть у меня статья те кто подписан на мой канал помнят что я выкладывал эту статью можете почитать там все очень хорошо описано и описано каким образом это все происходит и каким образом криптовалюты могут это поменять вот но теперь интересная тенденция вот как раз с коронавирусной историей это все вошло в такую очень активную фазу дело в том что к сохранению текущего миропорядка подключается еще очень важная сила это как бы система здравоохранения как мы это называть да и то есть это некие организации которые контролируют ну во первых это крупные фармкомпании и организации которые контролируют собственно эти всю эту медицинскую индустрию ну и как бы понятно что крупнейшими называется участниками и спонсорами этих вот организаций являются ну и коммерческие компании в том числе в том числе и фармкомпании которые зависят от их решений тоже что в общем-то странно но тем не менее это так как бы через за медицинские какие-то рекомендации которые являются но практически обязательными счастливы все мы ходим там маска все мы делаем то что в конечном итоге там точнее изначально рекомендовала всемирная организация здравоохранения собственно начинает осуществляться очень такой плотный контроль за гражданами за перемещениями за стилем жизни за тем что происходит тем что можно говорить тем что нельзя говорить вот этот процесс сейчас в активной фазе то есть это все наводит на некоторые размышления и я думаю что люди думающие вполне отдают себе отчет что сейчас очень сильно меняется то как будет выглядеть то есть то есть как выглядит мир это как он будет выглядеть через несколько лет и несколько десятков лет в общем оставайтесь осознанными оставайтесь внимательными к тому что происходит вокруг принимайте собственные решения берите на себя риски потому что возможности желание брать на себя риски это дар дарт на самом деле который нужен всем государства компании хотят отнять у вас эту способность сделать вас не способны министи риски не способны принимать решения они пытаются сделать все за вас пытаются показать что ну естественно под благими соусом благим благих намерений то есть как бы защитить вас от каких-то рисков и так далее но человек так устроен что ему нужны риски ему нужны как бы и победы и поражения в том числе чтобы становиться лучше чтобы максимально реализовывать свой потенциал поэтому не отдавайте риски никому в риски нужны вам для саморазвития и финансовые и какие угодно человек это скажем так существо которое натуральным образом может и должен брать на себя определенные риски контролируемые сознательно осознанно и выходить из этих ситуаций с разными исходами получать вот этот жизненный опыт для которого мы все сюда на эту планету пришли хорошая вам неделя и как некое такое завершение я бы хотел бы собственно озвучить новость что я сегодня буду в студии у компании финверсия собственно у яна арта и через какое-то время выйдет видео с моим интервью так что если кому-то интересного посмотреть то оно будет на канале финверсия ну все теперь уже можно пожелать вам хорошей недели и отклониться всего хорошего инвестиции в золото насколько они оправданы чего ожидать от драгметаллов в 2021 2022 годах рост серебра миф инвесторов или реальность акции золото добытчиков каковы перспективы в гостях у главного редактора финверсия яна арта исполнительный директор департамента рынка капитала компании универ капитал артем тузов 13 июля на канале финверсия тв